Мы сегодня подошли к завершению главы, которая называется «Врата памяти». Мы недавно разговаривали с Бессоновым, да, и я ему говорю, ты знаешь, книга тысячи лет назад написана, написано в ней, что память – это важнейшее качество, которое является принципиально важным для всего остального. Нет памяти, нет. Он говорит, а почему это качество? Но здесь написано, вот я сейчас посмотрел, память есть свойства. Данные на русский перевели свойства, память – это свойство, без которого мир не может существовать, потому что, ну, все зависит от памяти. А вот на иврите мы сейчас посмотрим, как написано, давайте точнее узнаем. Асхера, называется шар, ворота, запоминание, для скорых запоминания. Асхера и меда, да, качество. То есть меда на иврите, да, само слово меда, от слова лимдот. Лимдот – это мерить. То есть у человека есть разные качества, разные свойства, можно было бы сказать. Поэтому память – это качество, свойство, можно так перевести. Я тоже так перевожу. Тут достаточно хороший перевод, поэтому я сразу на русском читаю, потому что бывает перевод ужасный. Вы знаете, он не ужасный, он перевод, как люди переводили на религиозную книгу, на язык такой «ибо». Вот у них главное слово, значит, вот тот перевод, который мне не нравится, у них главное слово, которое вообще никто почему-то не употребляет в обычной речи. «Ибо». Я вот когда вижу слово «ибо», я всегда это «ибо» пропускаю, или поговорю как-то по-современному, да. Вместо «ибо» можно сказать «поэтому», например, да. «Та как». Ну что за «ибо». И вот, значит, но здесь хороший перевод, то есть тут «ибо» тоже встречается, но редко. Итак, мы подошли к окончанию, и вот мы закончили говорить о 30 вещах, которые человеку надлежит постоянно помнить. И мы упомянули о них вкратце, сказал автор книги. Ну, это и вкратце, это самая длинная глава. Мы ее читаем уже очень долго. Но он сказал, что это вкратце, потому что, действительно, любая вещь, есть целая книга по кабале, которая разбирает первое слово Торы «берешит». «Берешит» Бара вначале сотворил, да. И вот это слово «берешит» вначале, на русский вначале, а на леди это «берешит». И в слове «берешит» говорят мудрецы кабалы. В ней есть вся Тора. Вся Тора, потому что, как в одной каждой там молекуле, Всевышний из одной молекулы создал все мироздание, да, большой взрыв и так далее. Также, в принципе, если вглядываться, углубляться в какой-то один аспект мироздания, в нем можно углубляться бесконечно. Поэтому нам автор говорит такую вещь. «И каждый может углубиться в них по мудрости своей. И пусть почерпнет из них все добрые качества, достигнет желанных чистых достоинств». То есть, те 30 идей, которые он сказал, надо помнить постоянно, чтобы быть на связи со Всевышним, они действительно были обширны. У нас 4-5 уроков мы провели. Но каждой из них можно было бы посвятить отдельный урок. И каждой из 30 этих идей. И можно было бы углубляться бесконечно в каждую из них. И зачем было бы в них углубляться? Он говорит, «Они обеляют души, до блеска очищают их от сажи и копоти. И если ты постараешься запомнить их, запомнить их, обретешь высшую силу, которую не знал прежде». Что имеется в виду? Вот смотри, у человека есть интеллектуальный аппарат, который начинает наполняться с детства. Рождается человек в животе матери по торе. Ангел обучает его всей торе. И он, маленький ребенок, он является не этим таким, плавая такая флешка, мягкая флешка такая плавая, да. В животе она 9 месяцев, у мамы 40 недель, как Маширабену было 40 дней, а тут 40 недель. И эта флешка плавает, значит, в животе у мамы, получая полностью все питание от мамы и гормоны от мамы, питание от мамы. Она как бы подстраивается под маму, да. Они с мамой единое целое. Потом эту флешку вырывают из мамы, да. Она была соединена таким проводом, знаете, был провод пуповина. Потом эту флешку отрезают, и она становится самостоятельной. Она начинает получать питание, тоже пока из мамы, через молоко, но уже не по шлангу, который был в нее встроен, а получать, начинает питание через этот самый, как он называется, ну, то есть, такой, как присоска такая, да. Знаете, как есть? Шланг вставляют, когда в кран. Так же у ребенка, у него подстраивается его рот и сила давления под напор молока у мамы. То есть, если напор маленький, то у него подстраивается вакуум сильный, если все хорошо работает. И дальше начинает этот ребенок, флешка начинает набираться впечатлений, набираться программ из окружающего мира. Что там, как выживать, как в этом мире. Так, а ну, покричу сейчас, нет, не дают мне молока. Покричу, не дают. Еще покричу, не дают. Что там, неплохо? Ариот вообще, о, помогли. Класс, на всю жизнь есть у меня теперь программа, как добиваться ресурсов, как добиваться внимания, еды там, от близких. Да, теперь буду орать, плакать, буду истериковать, пока мне не принесут моего молока там и моей, значит, еды. И дальше начинают информационные, информационные потоки начинают накрывать крошку, которая к отцу пришла и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И вот попала эта кроха на отца, который в это время как раз смотрел значит, урок Вайкра, урок Торы 49, и папа говорит, ну, слушай, надо душу очищать, получается, все, от сажи и копайте. Поэтому, сынок, значит, все, отправляем тебя в хедер, ну, например, да, а другой папа в это время сидел, читал, например, какой-нибудь там журнал ЛГБТ плюс, и он, значит, ребенку говорит, знаешь, вообще непонятно, кто ты, Илон Маск, он говорит, слушай, имя у тебя будет XY там, ZY 350, и ты, пожалуйста, сам определись, кто ты, потому что я, типа, папа, я не знаю, кто ты, ну, как бы, внешние признатия, они ни о чем не говорят, а ты, как бы, сам решай. Ребенок говорит, в смысле, ну, такая вот программа, значит, все. И ребенок, значит, один пошел изучать Тору, второй пошел изучать вообще 30 вариантов, кем он может себя назвать в этом мире, потому что уже там есть 30 вариантов, и он такой, думает, блин, вот у меня не было в жизни проблем, теперь мне надо решить еще проблему, как меня, к какому роду я отношусь, не могли, родители меня родили, но не могли они определиться, мужчина или женщина, на меня ребенка скинули два решая, и дали 30 вариантов, это же не тест на американске, где 4 варианта, еще хоть как-то можно пройти, а то 30 вариантов, все, шансов пройти нет. Говорит нам автор этой книги тысячи лет назад, если уже твоя душа, она запачкана вот этой вот сажей и копотью, и она перекрывает тебе связь со Всевышним, тогда начни вот этими 30 идеями про Бога, которые мы изучили, начни ее очищать, очищать от сажи и копоти, и когда ты вот эти вот идеи встроишь в себя о Боди, о себе, о том, как работает вся система, тогда ты обретешь высшую силу, которую не знал прежде, то есть у тебя твоя душа очистится, очистится от сажи и копоти, и ты соединишься с Творцом Мироздания, это что же за сила будет, это нереально будет сила, обретешь высшую силу, какую не знал прежде, и человек обязан помнить об этом всегда, в каждый час и каждый миг, а если сможет, пусть помнит и в каждое дыхание свое, чтобы не расставаться с вот этим ощущением трепета и перед Всевышним, который постоянно в любое время с ним, то есть получается, какая вещь, вот у человека есть его фильтр, его желание, что двигает человеком по жизни, его желание, значит, его мысли. Человек обычный, когда он думает, что он спрятанный под копотью от Всевышнего, да, он думает, какая разница, что я думаю, там, ну, думаю, может стену перекрасить в зеленый цвет, не, в зеленый не очень, пусть будет так, то есть он сидит и думает какие-то свои мысли, почему, потому что он думает, что он сам по себе, теперь человек, который копоть очистил, он понимает, что он не сам по себе, он соединен с Творцом Мироздания, который через его мысли творит его жизнь, его мир. Есть, знаете же, известный анекдот вот этот вот, когда человек ехал там в маршрутке, в автобусе и говорит, как мне все надоело, жена ужасна, жизнь ужасна, работа ужасна, дети ужасны, все ужасно, и сверху ангел, который записывал его мысли для реализации, он ему говорит, я все записал, говорит, но зачем тебе все это надо, зачем тебе все это, то есть о чем ты просишь, то есть человек думает, что он просто описывает свою реальность, а он ее не описывает, он ее создает. Теперь, если у него света много, в нем божественного, то он ее создает активно. И представляете, сейчас я только понял, зачем Всевышний дал возможность, то есть работает как? Если человек негативщик такой, вот он пессимист, он все время в каком-то негативе, то Всевышний специально сделал вот эту копоть, чтобы этот человек своим негативом не разрушал мир. А если он негативщик, и еще есть такие негативщики, вот как были, например, Хамас и Игл, которые считают, что служением Богу это убивать других людей, делать ужасные вещи. Тогда получается страшно для мира, то есть Всевышний как сделал. Если ты все-таки с Богом, у тебя сила есть, у любого человека, который соединяет себя со Всевышним, у него умножается эта сила. Если его мысли, они будут негативные, то эта сила пойдет в негатив. Если мысли будут позитивные, она пойдет в позитив. Поэтому, в принципе, неплохо, что Всевышний отворачивается у тех, кто говорит злоязычие, например. Говорится, что тот, кто говорит злоязычие, у того нету силы в молитве. Потому что человек, который говорит плохо про других людей, если бы Всевышний дал ему силу молитвы, а он уже показал, на что он свою силу потратит, чтобы всем вокруг было плохо. Он не про себя будет молиться. Знаете, как есть, когда встретились, один был завистник, а второй был, в общем, просто не хотел, злой человек не хотел, чтобы у других что-то было. И завистник ему сказал, там, ангел, говорит, проси, что хочешь. И завистник думает, вот что я... Но другой получит в два раза больше. И завистник думает, так, если я сейчас попрошу что-то, а у него будет в два раза больше, я все равно буду страдать, завидовать. Эх, думал, думал, значит. Говорит, все, я знаю, выколи мне один глаз. И он попросил, чтобы ему ангел выколол один глаз, чтобы второму выкололи два. Вот. Поэтому Всевышний лишает силы молитвы тех, которые говорят плохо про других людей. Потому что о чем они будут молиться? Чтобы было плохо другим людям. Но если вот эти вот 30 идей помнить всегда каждый миг, каждое дыхание свое, и ты постоянно будешь на связи со Всевышним, то, конечно, это будет совсем другая жизнь. Дальше он нам напоминает. Он говорит, смотрите, в Тории написано про царя. Закон предостерегает именно царя. Написано в Торе. Пусть запишет себе список закона с этой книги. То есть есть Тора, который Машарабейну получил. И у царя есть отдельная заповедь. Царь должен сам лично написать свиток Торы, переписать буква в букву, прямо знак в знак, иначе этот свиток не годится. Все свитки Торы в мире, они абсолютно одинаковы до малейшей точечки. То есть потому, что есть вот со всех там, есть свитки Торы две тысячи лет назад из Йемена с ним приехали, есть свитки Торы там полторы тысячи лет назад из Едипта, есть свитки Торы, которые из Европы. Все идентичны абсолютно. И там во всех свитках написано, в книге Дворим, написано так, что пускай царь, который будет у народа Израиля, сам запишет себе значит такую книгу, и пусть он будет у него, этот свиток. Все цари ходили с маленьким таким свитком Торы, такой вот прям у них был свой. И пусть читает этот свиток все дни жизни своей. Царь должен обязательно каждый день учить Тору. Вот когда спрашивают, каким должен быть лидер народа? Он должен быть как Моши Рабену, Моши Учитель Нас. Он должен знать божественные законы, обучать этому закону людей. Это функция царя. Он не может придумывать, как он хочет, значит вот я закон на земле, типа я выше. Это против Бога. Бог дал закон, значит все повесь себе там 10 заповедей тут, 10 заповедей там, и начинай учиться. В книге Еушуа написано так, что и не отойдет, это книга Торы от уст твоих, и размышляй о ней днем и ночью. Мозг человека не может остановиться. Мозг человека все время должен что-то обрабатывать. Это как или он спит, и то он во сне обрабатывает информацию, которую получил днем. То есть человек днем впитывает из окружающего мира какую-то информацию. Потом она у него сохраняется в таком, как хранилище, да, туда откладывается, сейчас будет в конце гениальная метафора о том, какая информация в течение дня седает у человека во временной памяти, и как ночью эта информация потом переходит в долговременную память. Есть как бы, ну, уже исследования психологии современной, что человек, который взаимодействует в течение дня с окружающим миром, и у него есть очень много входящей информации. Он запоминает не все. Он запоминает только то, что или же произвело на него яркое впечатление, позитивное или негативное. Позитивное, чтобы он хочет это повторить. Негативное, он хочет это избежать. Причем сила запоминания негатива выше, чем сила запоминания позитива. Потому что инстинкт самосохранения сильнее, чем инстинкт получения удовольствия от жизни. Есть у человека две функции. Найти еду в инстинкте самосохранения, получить удовольствие от еды или самому не стать едой. Самому не стать едой важнее. Поэтому человек запоминает всю негативную информацию, которая потенциально может его, значит, лишить жизни. Поэтому любая критика, любая там какие-то конфликты, скандалы, мелочи, они негативно много сильнее запоминаются. И поэтому человек, который хочет свой мозг включить на позитивную волну, он хочет свой вот этот вот мозг очистить, свой интеллект от копоти и грязи, он изучает Тору, потому что Тора, она чистая. Потому что Тора это древо жизни для тех, кто за нее держится. Слова пророков, Тора это все чистота, это связь со Всевышним. И он вместо того, чтобы запоминать всякую там, ну, человек смотрит тот же интернет, да, он смотрит какие-то новости. Это тут негативом его пугают, чтобы он почитал и все равно что-то купил между статьями. А тут он, значит, читает, там, купи вот, например, вот эту еду, кайфанешь, поедь туда, кайфанешь. И вот у него его качают в информационные потоки на волнах. Тут, значит, спасайся, но купи эту таблетку, и тебе будет хорошо. А вот тут, значит, купи это, тебе будет хорошо, и мы тебе это еще продадим в рассрочку, ничего, там, год будешь работать, но зато кайфанешь уже, один раз живем. Ладно тебе, что там, купи уже, возьми кредит и купи. И, значит, его вот эти вот информационные потоки качают между этими. А он говорит, нет, секундочку, в книге ушло, что написано? И не отойдет эта книга, Тора от уст твоих, размышляйте о ней днем и ночью. Не, я лучше буду сейчас недельную главу читать. Вот я сейчас почитаю Хитес, да, это Хумаш, это пятикнижия с комментарием в Раше. Вот я сейчас почитаю книга Таня, она рассказывает о том, как душа, как Всевышний, как свет, там, там, такие вещи, что просто читаешь, и, ну, прям, накрывают этим светом Всевышнего. И ты, или, псалмы царя Давида, почитаю псалмы. Зачем мне смотреть эти какие-то там непонятные новости, да? Все, и сказано, и будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня на сердце твоем. Это в Шмай-Стрейле мы говорим. И повторяю их детям своим, и говоря о них, сидя дома и находясь в здоровье. И когда ты ложишься, когда ты встаешь. Учебные сказали, что мозг откладывает в течение дня. Или же он откладывает то, что негативное, или он откладывает то, что позитивное, чтобы потом ночью перезагрузить в хранилище. Или он откладывает то, что повторяется в течение дня, чтобы, зачем запоминать каждый раз заново, уже пусть оно зайдет в долговременную память, чтобы я моментально, мне надо туда. Оп, мозг проложил маршрут, да? Почему? Потому что я по этому маршруту всегда хожу. Не надо каждый день думать, как дойти. Не надо каждый день думать, где стоит сахар на кухне, где стоит это. Если человек повторяет что-то, то тогда у него тоже оно заходит в долговременную память. И, но при этом, чтобы вытаскивать из долговременной памяти что-то, выходит все из долговременной памяти через тридеры внешнего мира. То есть я Тору запомнил, а дальше вопрос, как мне ее вспомнить. И поэтому мы говорим Шмайс Рейль два раза в день, и навяжи слова эти, как знак на руку твою над Феллини, будут они украшения между глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах своих. То есть нужно, чтобы тебе постоянно что-то напоминало о Всевышнем. Тут Мезуза поцеловал, о Всевышний, все помню, значит помню все заповеди твои, все, никуда не сверну, никуда не пойду, ни вправо, ни влево, только пойду по твоим путям. Дальше он пишет, да, и будут у вас цицит, и глядя на цицит эти кисти, вы вспомните все заповеди Всевышнего и исполните их, чтобы вы помнили, исполняли все заповеди мои. Значит, получается так, и ты уже только отошел от Мезузы, тут, значит, идешь по улице, смотришь, кто-то в циците, ты, а, все помню, все заповеди Бога, я не буду блуждать влеком и сердцем и глазами, все, блуждание заканчивается, бегу, бегу, скорее, слушать оруторы в бет-медраж, бегу, значит, куплю сейчас халы на шаббат, свечи шаббат не зажгу, все помню, все помню, увидел человека в цицит, вспомнил. Как говорил царь Соломон в Экклезиасте, в Коэлите, 9 глава, 8 отрывок, во всякое время будут твои одежды белы. Имеется в виду, что будь без греха, а как быть без греха? Отодвинься от зла и делай добро, то есть ты должен все время быть в процессе изучения Торы, повторения Торы, выполнения заповедей, и тогда ты будешь все время на первом приводе ехать ко Всевышнему и, значит, очищать свой вот этот вот аппарат копоть и сажу со своей души и иметь связь со Всевышним, чтобы иметь энергию и силу, которую, как он писал раньше, ну, то есть это невероятная энергия и сила. И тогда Талмуд задает вопрос, если праведники, они только этим занимаются, а как же они тогда работают? Написано, если берешь ты свой хлеб и вино и оливковое масло и дашь траву для скота на луга твоей, отвечает Талмуд, Рабишиман Барюха отвечает там, он говорит, а все будет делаться, ну, ех же Всевышний, ты выполняешь его работу, он тебе, ты только захоти, у тебя все будет. Или ты бегай сам без остановки, как за вот так вот с языком на плече и все, что ты догонишь? Люди, которые вот так только бегают в работе, они все в стрессе, у них всех не хватает, в минусе в банке, и они кричат, это значит у меня в минус банке, потому что религиозно. Не потому что религиозно, религиозные сидят все спокойненько, учат Тору, Всевышним, когда надо, все, что надо, дает на хлебушек, водичку, им хватает, они не живут там в каких-то постоянных поисках нового какого-то холодильника или предмета потребления, который ему надо продать маркетологу. Маркетологам же надо каждый год продавать новые холодильники, поэтому они все время только через рекламу, слушай, у тебя холодильник уже не такой, тебе нужен новый холодильник. А религиозный телевизор не смотрит, сидит, учит Тору. Значит, мы видим, насколько важна и приятна для Всевышнего память, потому что он везде сказал, что помни, запоминай, помни, учись, запоминай, помни. И Мошарабену, когда Всевышний хотел уничтожить вредский народ, который забыл, что Бог от них хочет, он сказал Богу, вспомни Авраама. То есть, получается, говорит автор этой книги, что нужно помнить о том хорошем, что делал Всевышний. Нужно помнить, человек, который боится, вот сейчас многие там, ой, что будет, война, насрало. Я говорю, какое насрало? Я говорю, тут уже 4 тысячи лет такие уже насралы пытались навредить народу Израиля, но уже прям были насралы посерьезнее. И всех насрал мы пережили, и всех насрал мы как бы спокойненько. Ну, был насрал, Александр Матидонский когда-то был посерьезнее, чем насрал в 100 раз. Был там этот Саддам Хусейн, который тут пугал, вообще кричал, я весь мир разорву там, в 39 скатов по 12 метров на Израиль стрелял, война в Персидском заливе, Саддам Хусейн говорил, кто это вообще, Израиль, Америка вообще, ну, то же самое, что этот насрало, и то же самое, что эти сейчас там Иран. Где они все? Нету, никого нету. Всех злодеев Всевышний стирает. Чего бояться, чего волноваться? Нужно только помнить добро Всевышнего. Если ты помнишь добро Всевышнего, ты не боишься будущего. Если ты добра Всевышнего не помнишь, ты будущего должен бояться, потому что тот, кто не помнит добра Всевышнего, то Всевышний говорит, как же так, зачем мне тебе делать новое добро, если ты добра не помнишь. Поэтому самое важное, помнить добро Всевышнего и, значит, помнить все эти чудеса, которые он делал. Дальше говорит он, постарайся держаться этого достоинства, которое самое сильное из всех, то есть память. И, значит, как приучись повторять эту книгу, именно эту, которую мы сейчас с вами читаем. И тогда ты вспомнишь все дурные качества и раскаешься вниз. По крайней мере, раз в неделю повторять чтение этой книги. Я считаю, что обязательно нужно вот те уроки, которые мы изучали. У тебя сегодня, да, опять начал Мишли изучать. Я считаю, ну, для меня Мишли это прямо очень важная такая книга. Я считаю, каждый день нужно изучать главу из Мишли. И она дает тебе полностью вот правильные такие взгляды на жизнь, чем заниматься. Но есть прекрасная книга, если я тоже думаю ее начать повторять. 120 уроков по благодарности, которая у нас была, Равшала Маруш. Она дала, я сейчас просто перечитал свои там какие-то записи того времени. Просто я летал. Вот у меня было такое ощущение жизни, такое счастье. Просто вот так над землей улетал. Потому что книга Путь Благодарности, она дает невероятный такой, ну, настрой на жизнь, да. Ну, а эта книга, она дает правильные качества. Он говорит, читай эту книгу хотя бы раз в неделю. И знает, что память приводит к исполнению заповедей. И вот мы подошли к концовке. И, значит, что он говорит, смотри. Но есть в Торе такая вещь, и об этом будет следующая глава «Врата забвения. Как забывать». Он говорит, написано в Торе, не будь злопамятным. То есть, не помни зло, не мсти, изгони ненависти сердце своего. То есть, вот эти вот вещи, их наоборот нужно, не надо их запоминать. И он говорит, что вот эта вот метафора, которая меня просто вообще поразила. Он говорит, смотри, пусть будет память твоя подобна ситу, которая оставляет чистую муку и задерживает муку грубую. То есть, ты все просеивай с идеей, какую муку ты хочешь оставить. Кто-то любит мука, там, здоровая, со трубями. Значит, вытаскивай то, что ты хочешь оставить, и именно это запоминай. Кто-то любит тонкую муку, раньше это было очень модное, да. Оставляй, значит, тонкую муку и ее запоминай. То есть, выбирай, что запоминай. И не будь как дурак, который, когда процеживают вино через тряпочку, а не через сито, в вот этой тряпочке остаются шумрим, это отбросы. И он говорит, если эти люди, которые только именно отбросы запоминают, они только запоминают плохое, злопамятные, у них, когда они полны вот этих отбросов внутри, вино они выпускают сквозь тряпочку, а отбросы оставляют себе. Поэтому следующая глава будет, как забывать. Потому что раньше-то мы этого не знали, и у человека, может быть, внутри много отбросов скопилось. И он их запомнил. Теперь мы узнаем, как забыть. Но с сегодняшнего дня нужно конкретно запоминать, делать выводы, запоминать только хорошее. Только благодарить Всевышнего. Только чудеса Всевышнего. Только то, что вам нравится. Спасибо Всевышнему. И когда вы наполните себя вот этой вот чистой, чистой такой вот благодарностью, любовью, то будет внутри хорошо. Это внутри хорошо распространится и даст такое, как энергия, вайп такой, да, чистый. На здоровье, на отношения, на благополучие, на деньги, на отношения с людьми. То есть, когда у вас внутри будет вот этот вот чистый духовный вайп и связь со Всевышним, который обеспечивается отсутствием вот этого зла внутри, то, конечно, жизнь начнется намного лучше, чем была раньше. Ну и раньше надо посмотреть и сказать, а у меня все и раньше было хорошо. Спасибо Всевышнему. Просто я иногда там что-то запомнил, не то что-то, да, что надо было запомнить. Ну, чего там уже зло-то и все. Спасибо Всевышнему. Ну, шаббат шалом, всем шаббат шалом, чтобы мы были все в шаломе, чтобы не были как Корах. Сегодня читают главу Корах, который, значит, из-за личных амбиций восставал против Маши Рабену, против истины. Это его была такая прямо глубинная пружина, которая привела его к смерти. Поэтому, как мы учили в Торе, что кино, зависть, таава, вожделение и кого-то, стремление к почету. Мацим это Адам Минавлам. Человека забирают с этого мира, чтобы мы, изучив глава Корах, поняли, насколько это все опасно и перестали завидовать, вожделеть то, чего нас нет Всевышнего, дает каждому то, что надо. Нужно просто это оценить. Даже свет, как люди сейчас начали оценить, у которых его отключают. Поэтому, те, у кого не отключили свет, просто надо устроить час радости света. Давайте сегодня устроим день электричества, день благодарности за электричество. И не относитесь, не обесценивайте электричество, потому что, если его нет, то это очень неприятно. Поэтому день радости за электричество, благодарности Всевышнему за электричество. Спасибо. Аллилуйя, значит. Аллилуйя, это прославим Бога, да, если дословно перевести, прославим Бога за электричество, за воздух, за воду, за все, что он нам дает. И запомним это, напомнившись вот этой радостью, проведем прекрасный шаббат. Встречаемся с Божьей помощью в воскресенье в 10 утра и с партнерами-спонсорами в 11 утра на урок для партнеров-спонсоров, как увеличить благополучие, благословение в жизни, чтобы и денег больше было, и радости. Все, всем удачи, успехов, до воскресенья. Спасибо за просмотр.